Привет, дружище! Сегодня у нас рубрика «Чё там в Google Play?» Игра в Forge of Empires. Многие из вас, кстати говоря, о ней писали в комментариях. Так что, кто в неё врубится, рубится, врубится, пишите смело, докуда вы докачались и стоит ли вообще рубиться в данное произведение, скажем так, Google Play и, кстати говоря, App Store. Так, во-вторых, мне ко всему, помимо того, что вы писали, прислали эту игрушечку на обзор разработчики. Ссылочка есть в описании и если мне эта игра зайдёт хоть как-то, я обязательно выложу данное видео на канале, если эта игра не будет полной фигнёй. Кто хочет поддержать канал, можете скачать игрушку, я получу копеечку, моя рожа станет ещё жирнее. Ну и поиграйте, а если вдруг не понравится, удалите, не знаю. Но фишка тут-то заключается в том, что мы уже начинаем играть, мы видим, что мы в каком-то доисторическом, скажем так, периоде. Тут какие-то ходят бомжи с палками, но прикол в том, что мы можем дорасти, скажем так, развить нашу цивилизацию до, там, современного времени. То есть сначала здесь хижина, а потом будут небоскрёбы. Вот в чём самый главный прикол. Смесь стратегий, какой-то цивилизации, не знаю, посмотрим. Давайте, 20 минут поиграем, может быть, это будет не единственный видос по этой игре. Я ваш советник Рагу, Сильвертонг. Начав с этого скромного города, вы можете создать империю своей мечты. Начнём со снов. Стройте жильё, здания для снабжения своего города населением и монетами. О, божечки, ну давай. Окей, хижина. Так, графоний мне трудно оценить, пацаны, не буду говорить, это круто или плохо, но на 27-дюймовом мониторе выглядит, ну, средненько. Я думаю, что на телефоне, на телефоне прикольно. Хотя, в принципе, даже если посмотреть на хижину, тут вполне детально так даже, там, кусты нарисованы. Чувачки ходят. Отлично, хижина дала некоторый прирост населения вашего города. Это позволит построить ещё здания. Здесь можно следить за населением города. Так, интересно, за 20 минут до какого уровня у меня получится дорасти? Ну, пока что, реально, мы бомжи какого-то, не знаю, там, 3-го века до нашей эры. Такой бред несу. Вторым по важности идут ресурсы, их приносят производственные здания. Построим-ка здания. Ну, давай. И, не знаю, вы должны слышать сейчас музыку, Ну, она такая, достаточно атмосферная. Ну, давай, строим. Окей. Как глупо с моей стороны. Здание нужно размещать рядом с дорогой, ведущей к ратуши. Иначе они не могут достраиваться и давать продукцию. Давайте передвинем хижину охотника. Нажмите на неё и удерживайте. Ну, давай. Так, серьёзно, я хочу удерживать. А, вот, получилось. Я уже испугался, что я на эмуляторе не смогу, скажем, этого делать. Окей, строится дальше. Чё? Ну, у хижиного охотника достаточно блатная. Замечательно, замечательно. Нажмите на хижину охотника, чтобы произвести трофей. Этот вариант производства. Даст вам 7 единиц ресурса. Кстати, там за моей спиной мужичок, и вы его не видите. Но он страшный. Я там понимаю, если бы там была девушка с большими глазами, но нет. Так что я свою рожу передвигать не буду. Ресурсы скоро будут готовы. Собирайте и производите ресурсы почаще, чтобы развивать свой город. Давай. Наука. Для исследования необходимы стратегические очки. Здесь можно следить за стратегическими очками. Кстати говоря, почитав комментарии в Google Play, я не заметил, чтобы там люди, как обычно, под такими играми ныли по поводу доната. Это странно. Это странно, ребят. Улучшим жильё ваших подданных. Исследуйте эту технологию для строительства свайного жилища. Свайного жилища? Окей. Открыть подарок. Мы получили ресурсы. Поздравляем, вы достигли бронзового века. Вы с толком использовали свои стратегические очки. В час генерируется одно стратегическое очко. Также эти очки можно покупать за монеты. Проводите исследования почаще, чтобы развивать свою империю. А теперь ещё раз вернёмся к вашим подданным. Слушай, я бы не хотел возвращаться к подданным. Я бы хотел посмотреть ветку развития и ветку развития технологии. Памятник. Сука, у нас тут, знаешь, у нас тут полу... Ну вот представь, у тебя тут деревня на три с половиной дома. Но при этом нужно построить памятник. Охренеть. Замечательно. Если уровень счастья в городе будет выше требуемого значения, производительность повысится. Здесь можно посмотреть, насколько счастливы ваши люди. Люди приходят, смотрят такие на памятник. А там у памятника, кстати, два... Две большие такие сисянеры. Хотя я думаю, да, они будут счастливы. Для них это в то время, наверное, круче, чем для нас сейчас какой-нибудь Юпорн или Порнхаб, не знаю. Здесь вы можете посмотреть свои текущие задания. Выполняйте их, чтобы получить награду. Давайте начнем с первого квеста и посмотрим свайное жилище. Окей. Окей. Блин, но это все равно хижина. Но это все равно хижина. Кстати, да, тут нету строителей. Так, сто бриллиантов получить. За выполнение задания вам полагается приз. Бриллианты. Бриллианты очень ценный ресурс. Сейчас построим-ка на эти бриллианты нечто особенное. Божечки, что это? Публичный дом мы сейчас построим или что? Длинный дом. А! Это, знаешь, это предок многоэтажек, скажем так. Ладно, хорошо. Так, у нас, смотри, у нас уже, кстати говоря, потихонечку население растет. И оно, оно радуется. Видишь, тут настроение есть, все довольны. Необычайно. А теперь идите, о сильный лидер, и создайте свою великую империю. Бля. Надо них себе поставить. Путин. Владимир Владимирович. Вот, там прорыв мне нужен, короче. Мы тут устроим прорыв, ребята. Вот. Интересно, здесь можно какую-нибудь устроить диктатуру и... Как бы... И вообще в своем королевстве не подключать интернет. Отдано его нахер. С интернета много проблем. Там какой-нибудь появится, вот... В интернете пиздюк, который будет на меня расследование снимать. Нахер оно мне надо? Я, 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 скажем так, в своей империи не буду качать ветку развития интернета. Давай дальше. Исследовать копья. Основное задание. Окей. Значит, заходим в науку. Копья. Да. О, нет, 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 не мгновенно. Один СО. Так, пока что синие кристаллы не тратим, я так понимаю, они донатные. Генерал Гривус, к вашим услугам я буду вашим советником по военному делу и тактике. Вижу, вы принимаете меры для создания своей армии. Вокруг огромный мир, и он мог бы принадлежать вашей империи. Позвольте вам показать. Карта. На карте показаны провинции, которые можно захватить. Здесь первый шаг разведать провинцию. Ну, давай. Сука, разведываю какой-то хернёй полный. Сука, повозка с деревянными колёсами. Нажмите на провинцию для просмотра районов, которые нужно захватить. Ну, давай, атака. Сейчас захватим. Ну, а чё там против, против, сука, деревенщин каких-то? А, тут Сари реально пошаговая стратегия. Тут есть бой. Я видел скрины там, где вообще там пацаны танками воюют. Давай ему подкрепление дадим. Хотя, я думаю, он без подкрепления справится. Так, что делать-то? А, я в кусты могу прийти. Отлично. Я укрылся за деревом, и мне дали брони. Да, Сари, я его почти ваншотнул. Завершите бой. Хорошо, давай. Всё, чувак, вешайся. Мы пришли завоевать твою деревню. Грабить дома, насиловать женщин. Замечательно. Так, у нас 92 жители. Чё-то они фигово размножаются. Разве... У меня же вроде их 100 было, или мне кажется. Так. Трофеи. Гадальные кости. Костяной кинжал. Шкуры. Наконечник. А, да, ребят, если вы скачаете эту игру, напишите, как вам. Она вам понравилась, не понравилась. Стоит мне там дальше играть, развиваться. Но я в любом случае, наверное, без видоса ещё потуплю. Часик-два в неё. Чтоб понять такое послевкусие. Может, до танков каких-нибудь докачаюсь. Педальные кости. А, гадальные кости. Её педальные кости. Так, получаем 175 монет. Вам нужно где-то тренировать свои новые боевые единицы. Постройте казармы для копейщиков. Ну ладно, сейчас построим. Строить. А, это землю продают? А с хера ли я должен землю продавать, если я здесь лидер народа? Вся земля принадлежит государству. Государство принадлежит мне. Почему? Я должен покупать землю. Длинный дом. Хижина. Так. Вот. Казармы копейщиков. Да, видишь, у меня тут территория. Территория у меня, скажем так, ограничена. Так. Казармы копейщиков строятся. Так. Слушай, а тут так много земли. Ладно. Ну пока что нам ничего покупать не надо. Мы можем еще длинный дом построить. Вы собираетесь потратить бриллианты? Смотри, почему-то длинный дом я построить не могу. А хижину построить могу. Ну давай. Слушай, а у меня население реально уменьшается. Теперь у меня 66 человек. А почему так? Они вроде довольны и дохнут при этом. Ну давай произвести. Копейщики строятся. Тут что? Ага. Костяной кинжал. Шкуры. Наконечники стрелы. Ну давай трофеи произвести. А стой. Эту постройку необходимо соединить с ратушей. Переместить их в здание к дороге. Или построить ее. Ну вот. Допустим вот так вот. Дорога же есть. А, я дерево могу? Я дерево могу переместить? Ага. Ну давай мы пока в угол его переместим. Тут будет дорога. Зачем нам деревья? Вырубим нахер лес. А как монеты эти забрать? То есть я могу все перемещать? Это классно. Так, дальше что? Что у меня по квесту? Получаем награду. Мы говорили об этом. Обучите одного копеечка, чтобы укрепить вашу армию. Ну, они же обучаются. А как мне зайти и посмотреть? Ну. Почему я тыркаю на здание? Тут у меня постройки. Слушай, а тут что? У вас пока нет никаких чертежей великих строений. Ясно. Подожди. У меня есть наука. Так. Строительство. Гончарня. Гончарня. Сколько у меня очков? О, что? У меня 50%. У меня люди недовольны. С хера ли у меня люди недовольны? Ну, стой. Подожди. Давай колесо. Давай колесо лучше. Так. У меня два стратегических очка только. Так. А хер ли вы ее... Извиняюсь за выражение. Обучить копейщика. Ну, так он обучается. В чем проблема? Вот. Все. Нормально. Получить 200 монет. Ваши люди усердно трудятся. Сделайте их счастливыми. И они станут работать еще более эффективно. А можно их копейщикам... А можно попросить копейщика, чтобы он в жопу их тыркал. И они тогда вообще классно трудиться будут. Иметь в своем распоряжении два памятника. Приведите жителей города в восторг. О, боже. Как мало нужно, чтобы народ привести в восторг. Сейчас памятник Ленину поставим. И все будут радоваться. Так. Где тут строительство-то? Вот оно. Строить. Ага. Расширение. Не то. Театр. Так. Где тут памятники-то были? А вот обелиск, цветы, дерево-памятник. Слушай. А почему бриллианты? Почему что-то я могу построить? А где-то мне нужны какие-то, извиняюсь, бриллианты донатные. Что за фигня? Пока что я не понял прикола. Так, давай копейщиков производим дальше. Ну все. Ну, а люди даже... У них, смотрите, у них аж на 120% радость. Понимаешь? На 120% радость у них. Ну дальше-то что? Обелиски не могу сделать. Что у нас по квесту? Все. Получить 250 моментов. Вашим производственным и военным постройкам требуется рабочая. Увеличьте количество жителей, чтобы обеспечить производственные постройки рабочей силой. Иметь три свайных жилища. Окей. Дома. Свайное жилище. Да, ему нужна дорога. Я понял. Так, дорогу. Вот она, дорога. А, это даже... Это даже не дорога. Это тропинка. Понимаешь? Вот, я сделал дорогу. Все должно строиться. Вот это что? Ага. Ну не, пока что у меня... Пока что у меня земля есть. И в принципе я могу вот тут еще построить. Свайное жилище. По факту какая-то простая хижина. Ну давай вот здесь поставим. И сейчас дорогу туда всунем. Блин, прикольно. Тут можно зависнуть. Интересно, сколько надо времени, чтобы, скажем так, до наших... До наших дней... До наших дней развиться. Кто играл, пишите в комментариях. И лайки-то не забывайте ставить. Окей. Так. Ну. Так, тут у нас кто-то построился. Это мы забираем. Дальше что? Я слышал о чем-то под названием гончарня. Вам стоит узнать об этом побольше. Исследовать гончарню. Да, без проблем. Наука. Главное, чтобы у меня очки были. Колесо я исследовал. Давай гончарня. Все. У меня стратегических очков больше нет. И они даются только раз в час. То есть, по сути, лучше через полдня зайти, когда там накопится какое-то количество стратегических очков. Окей. Гончарня. Гончарня улучшается. То есть, мне нужно теперь ждать, да? А сколько по времени она будет исследоваться? А-а-а! То есть, мне даже не хватило стратегических очков. Ну, давай, окей. Потратим бриллианты. Вот, теперь я изучил. И квест закончил. Сейчас построим гончарню. Так. Гончарня. Вот тут вот можем около дороги построить. Да, и смотри, везде нужны дороги. То есть, не дай бог, что-то будет без дороги. Все. Опа. Монетки забираем. Тут забираем. Давай мы тут, не знаю, костяной кинжал произведем. Только я не знаю, для чего это надо. И смотри, народу сейчас уже памятники нужны снова. То есть, он доволен только на 100%. Нам нужно больше. Нам нужно больше, чтобы он вообще радовался. Так. Загон для приручения. Нифига я этого не знал. Вот у нас театр. Театр я пока не могу построить. Вот у нас памятник. Слушай, а, обелиск можно сделать. Давай обелиск где-то здесь поставим. В этом районе. А, стой, это я за 60 кристаллов его сделал? Серьезно? Ну, если вы, суки, не обрадуетесь. Нет, смотри, обрадовались до 120%. Окей, это какой-то был донатный памятник. У нас 83 жителя. Что-то, я не знаю, я эти дома ставлю, а толку? Произвести бутыль, небольшие горшки, сосуды, горшок. Ну, давай произведем. Дальше что у нас получается? Ну, потихоньку мы разрастаемся. Можем немножко дорог построить. И, в принципе, уже, наверное, заканчивать это видео. Во все концы у нас дорога отправлена. Давай, подожди, еще дорогу. Вот так вот. Странно, она как-то строится. Давай, сюда еще. Построилась. Так, еще вот здесь мы тоже. Вот, ну. Вот, замечательно. Тоже дорога есть. Ну, смотрите, у нас уже... Ну, это не дорога, правда, это тропинки, но, тем не менее. Да, тут можно позависать. Надо еще себе на телефон скачать, чтобы иногда заходить, когда делать нечего на 5 минут и радоваться жизни. Так. Мы тут забираем. Что нам предложат еще построить? Временами терпения это ключ к успеху. Но иной раз вы должны ускориться. Быстрее сейчас. Купить СО. Купить стратегическое очко. За монеты или бриллианты. Нажмите на СИБ. Так я уже купил. Что вы мне-то в прошлый раз не засчитали? Мне придется сейчас снова за бриллианты покупать. Ну. А, можно и за деньги купить. Смотри-ка. Ну, давай я за бриллианты куплю все-таки. Отлично, отлично. Получить. Вы изобрели колесо. Оно, безусловно, окажется полезным. Я вижу возможность научиться чему-то новому. Возможно, вы сумеете придумать, как сделать своих людей счастливее. Ну. Я уже поставил обелиск. Что мне там еще? Стрип-клуб для них открыть? Слушайте, ребят. Мы уже играем 20 минут. Я думаю, что по поводу игрушки тут все понятно. Можно открыть певчанского. И вот так вот сидеть, короче. Быть богом. Скажем так, для своего народа. Делать его счастливым. Или грустным. Вам пожелаю, как всегда, огромнейшую удачу. Пишите, что вы думаете по поводу этой игры. И не забывайте, что по ссылочке в описании вы ее можете скачать и поддержать мой канал. Всем пока, друзья. Продолжение следует.